Вы нормальные вообще? Как я салфеткой защитюсь от вируса? Вы мне тут зубы не заговариваете. Да, я вас обязываю. Предоставьте средства индивидуальной защиты. Вот что происходит. Дело в том, что человек без маски находится. На основании указания губернатора вы обязаны быть в закрытом помещении, в маске. Что вы хотите решить проблему по беспределу, не по закону. Нет, без маски никак. А что вы еще хотели? Будете одевать или вы не зайдете? Нет, я это одевать не буду. Вы нормальные вообще? Как я салфеткой защитюсь от вируса? Сказали, чтобы ты ей ничего не объяснял, а привозную кнопку вызывали, она все осталась. А, во-во-во-во, привозную кнопку, короче, все понятно. Можно немножко расстрелять прямо здесь? Да, действительно. Несогласен, расстрелять. Нам для них хотя бы, почему, на каком основании, и для нас, и для них. В случае его предоставления... Очень мудро вот это ставили. Вы предоставляете? Вы продаете. На каких основаниях продаете? Вы можете только предоставить. То есть вы его принуждаете уже в сделку. Я не должен. Меня должны на основе 417-го постановления обеспечить. А если вы не обслуживаете покупателя, то это уже нарушение административного кодекса. Вы хотите такие штрафы? Нет, конечно. Мы приехали, и мы говорим, вам штраф, вам как продавцу от 30 до 50, вашему директору от 300 до 500 тысяч. Вы нормальные вообще? Как я салфеткой защитиваюсь от вируса? Что относится к средствам коллективной индивидуальной защиты? Ну, перчатки, маски. Согласно ГОСТу, респираторы, противогазы, вакуумные маски. Они пришли к вам, посмотрели, а у вас противогазов нет. Ну, это нарушение. По закону все находится на стороне граждан. Федерального закона обязывающих людей носить маски нет. Роспотребнадзор до 31 декабря 2020 года никаких проверок не проводит. Страв не за то, что люди без масок ходят, а страв за то, что вы не соблюдаете правил. Относитесь по-человечески друг к другу. Оставайтесь всегда людьми в любой ситуации. Вы мне тут зубы не заговаривайте. Я вам сделал последнее замечание. Либо, если вы не надеваете, либо не покидаете, я вам покидаю протоколу. Я вас услышал. Под принуждением. Под принуждением. Это не принуждение. Вы либо надеваете, либо покидаете помещение. Под принуждением. Ваши требования не основаны на законе. Поддержи, пожалуйста. Можете даже обжаловать мои действия, если считаете нужным. Я вас обязываю, да. Ах, так. Да, я вас обязываю. Я еще не отказываю. Надевать маску отказывать, вы находитесь в помещении. Не отказывайся. Вы находитесь в помещении. Требую предоставить сертификацию соответствия на маску. Не предоставьте маску. Вам надо надеть маску. Согласно 417 восстановлению, предоставьте средства индивидуальной защиты. Будете надевать, либо покидаете, либо я вас на вас оставлю. Вы не предоставьте. Предоставьте маску. Предоставьте средства индивидуальной защиты. Согласно 417 восстановлению. Я что-то непонятно, что я объясняю вам. Вот. Вот что происходит. Сейчас наряду слипу. А как я буду защитником у женщины, если меня это требует полицейский удалиться? Ну, вот в среднем, в среднем, в среднем основании. В среднем основании. Помещение, пройдите, пожалуйста. Можно. На каком основании? Мотивировать основание. Мотивировать. Но дело в том, что человек без маски находится. Закрыт на помещении. А, выходите. Отдите маску, что вы выйдете? Выйдите, одевайте маску. Так, предоставьте мне, пожалуйста. А сертификат на нее есть? Пожалуйста, выйдите. И купите себе маску, если сертифицированную, какую вы хотите. Какие из 471-го постановления вы обязаны предоставить маску? Выидите отсюда. Вы обязаны предоставить следствие индивидуальной защиты? Еще раз вам говорю. На основании указания губернатора, вы обязаны быть в закрытом помещении, в маске, перчатками. Допустим. Пожалуйста, покиньте помещение. Зачем вы голос повышаете? Я же с вами спокойно общаюсь. Покиньте, пожалуйста, помещение. Я же с вами спокойно общаюсь. Вы понимаете мои требования? Я вас понял, что вы хотите решить проблему по беспределу, не по закону. Еще раз вам говорю. Покиньте, пожалуйста, помещение. Я вас понял. Оденьте маску и зайдите. Вот так у нас действует полиция. Я еще раз вам говорю, оденьте маску и зайдите сюда. Ваши требования незаконны. Законны все. Маску и перчатки оденьте и зайдите. Я же вам говорю, согласно постановлению 471. Я еще раз вам говорю. Вы слушать не хотите? Нарушение указаний губернатора. Ну, на 48. Нет, нет никакого нарушения. Пожалуйста, покиньте помещение. Вы не предоставили маску. Еще раз говорю, вот маска. Это не маска. Значит, пойдите, придите себе маску. А, дайте денег. Уже нет денег. Выйдите, пожалуйста. Ну, выйдите, и все. Без маски никак? Нет, без маски никак. У вас есть маски? У меня нету маски. 417-е постановление выполните, пожалуйста. Предоставьте средства индивидуально. Нет, мы не обязаны, мы вам дадим. Как ты не обязан? Так. Постановление правительства у вас не приняется? Нет. Вот это маски? Да, разовая маска. А что вы еще хотели? Вот именно. Будете одевать или вы не зайдете? Да. Нет, я это одевать не буду. Вы нормальные вообще? Как я салфеткой защитюсь от вируса? А, хорошо. Сказали, чтобы ты им ничего не объяснял. Тревожную кнопку возьмали, она все осталась. А, во-во-во-во, тревожную кнопку, короче, все понятно. Можно нас немножко расстрелять прямо здесь? Так же, действительно. Угрозы, 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 угрозы. У вас есть право нажать тревожную кнопку. Не согласен, расстрелять. А, что делать? Так, посмотрите. Сейчас вы меня теперь оштрафуете. Я ничего штрафовать вас не буду, потому что нету, кто напишет заявление, если вас захочет кто-то штрафовать. Постановление. 417-е. Постановление правительства. Какое он кричал, постановление номер независимого? Он несколько... Возьмите цветного фломасте. Я вам сразу выделю. Нам для них хотя бы, почему, на каком основании мы требуем... Для вас. И для нас, и для них. При введении. Постановление номер 417. Правительство Российской Федерации. Мишустин. Вот 2 апреля 2020 года. Что здесь написано? При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории, на которой осуществляется угроза возникновения чрезвычайной ситуации или зоны чрезвычайной ситуации граждане обязаны соблюдать общественный порядок, требования законодательства Российской Федерации о защите населения и о чрезвычайной ситуации, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Дальше. Выполнять законные требования руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, при доставлении экстренных оперативных служб и иных должностных лиц, осуществляющих медприятия, по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации данные уполномоченные должности лица. Далее. При введении инструкции от уполномоченных должностных лиц, в том числе через средства массовой информации или операторов связи, эвакуироваться с территории, на которой осуществляется угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или зоны чрезвычайной ситуации, и использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество. А дальше смотрим. В случае его предоставления органами исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями. Понимаете? Очень мудро вот это ставили. И организациями. Очень мудро. То есть граждане обязаны использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество в случае его предоставления органами власти и организациями. Мы считаемся как организациями. Вы предоставляете? Угу. Вы продаете. Угу. На каких основаниях продаете? Как выручить, что на торговле. Вы можете только предоставить гражданину. Гражданин пришел. Ага. И у него нет. Вы ему говорите, оденьте маску. А мы ему обязаны предоставить. Вы ему говорите, оденьте маску. Он говорит, у меня нету согласия 417-го постановления. обеспечить органы власти и организации. Я говорю, они хорошо вот эту приписочку сделали и организации. А потом, потом, вы ему говорите, мы вас не обслужим. Ага. А если вы не обслуживаете покупателя, то это уже нарушение административного кодекса. Статья 14.8. Нарушение иных прав потребителей. Ага. И что здесь написано? Отказ потребителю в предоставлении товаров, либо доступ к товарам по причинам, связанным с состоянием здоровья, или ограничением жизни деятельности, или его возрастом, кроме случаев, встанут законом, влечет наложение административного штрафа на должных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Ага. То есть, юридические лица 300, 500, должностные лица от 30 до 50 тысяч рублей. Вы хотите такие штрафы? Нет, конечно. Я никакие штрафы не хочу. Мы, то есть, всё получается как? Мы приехали. Вот, допустим, здесь бы был этот бужданин. Мы приехали, мы приехали, и мы говорим, так, смотрите, мы как бы сейчас составим заявление от вас и от него. Вы на нарушение ваших прав, да, там, он на нарушение его прав. Соответственно, от него мы берём заявление от 14.8, чтобы вы его не обслужили. Вам штраф, вам как продавцу от 30 до 50, вашему директору от 300 до 500 тысяч штраф. Гражданину, вы на него тоже пишите заявление, что он был без маски. И мы, допустим, пишем от вас заявление по статье 20.6.1 на физическое лицо, что он нарушил, он там был без маски. Ему за это полагается штраф 4 тысяч. Заметельно. Там что-то, ну, от 4 до 30, там что-то такое. Ну, понятно. И то, выпишут ли ему этот штраф или нет. Потому что он придёт в суд, он скажет, я пришёл в магазин. Согласно 417-му постановлению правительства, мне должны были выдать средства коллективной и индивидуальной защиты. Мне их не выдали, предложили их купить. То есть принудили меня к сделке незаконной. Я говорю, супер. То есть ему этот штраф отменят, а вы заявление, которое он напишет на нарушение продажи товаров, то есть вы его не обслужили должным образом, нарушили гражданский кодекс, вы, соответственно, его не обеспечили средствами защиты. То есть на вас будет уже штраф по статье 3.18.1. Народных юридических лиц. Там будет штраф от 300 до 500 тысяч рублей. То есть на вас летит два штрафа, не обслуживание клиента и нарушение режима повышенной готовности. Два штрафа от 300 до 500 тысяч рублей. А на него один штраф от 1000 до 30000 рублей. И то, если он пройдет, а он не пройдет. Потому что закон на его стороне. Я все понимаю. Вы понимаете, некоторые люди нормальные приходят, и мы, да, действительно, вот, я говорю, да возьмите хоть штуку. Вот даже платком закрываются, и ради бога. Две женщины были, она говорит, у меня малолетний дома ребенок, за мной в Розелинограде никто не разговаривает даже. Смотрите, дальше. А тут он пришел, он весь уже такой вот, вот, видно, что у него что-то с ним не так. Ну, понятно, это сейчас везде. Это сейчас везде. Смотрите, средства, здесь что написано, предоставить средства коллективной, вот, средства коллективной и индивидуальной защиты. Что относится к средствам коллективной и индивидуальной защиты? Ну, перчатки, маска. Какая маска? Ну, вот эта вот. Нет. Нет. Согласно ГОСТу, к средствам, индивидуальной защиты органов дыхания относятся респираторы, противогазы, вакуумные маски. И еще там, еще там где-то 5, еще там 5, еще там 5 каких-то разновидностей. То есть к вам приходит человек, вы должны, самое простое, чему обеспечить, это респиратором. За 300 рублей. Он пришел, вы ему, вот ваш распиратор, пожалуйста, 300 рублей. Он надел, купил за, там, 20 рублей. Да, 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 и ушел. Да, какую-нибудь мелочь и ушел. Ну, ну, дуризм. Все. Ну, дуризм. Все. Законы соблюдены, никто ничего не нарушит. Думаю, лучше закручивать. А когда вы говорите человеку, вот вам салфетка, защититесь ею от вируса. И, соответственно, человек скажет, вы нормальные вообще? Как я салфеткой защитюсь от вируса? А хорошо, а нормально он пришел и вот здесь вот так ходит, а все в масках ходят. Ну, это же не нормально. Ну, сейчас люди все на нервах, все нервничают. Вы знаете, на два месяца это вот один такой дерьм. Один. У нас не было таких дерьмов. Человек перенервничал. Люди приходят. Да он нормальный, ему лет 40 от силы. Люди нормальные приходят, извиняются. Ой, я забыл, забыл. Да, у меня маска есть, вот одевают. А это... Понимаете, что делать? Вот сентября, вот третий месяц, один такой. Есть законы, да? Ну, вот, кстати, он гулял с законом, сдается не в органах, ли он вообще работает? Мы, как сотрудники Росгвардии, соблюдаем конституционные законы и федеральные законы. Вот смотрите, все, все поголовные маска, все, и не спорят. Соответственно, федеральный закон. Ну, я понимаю, ребят, вы при исполнении, я все это прекрасно понимаю. Ну, по-человечески-то, правда? Я объясняю, по закону все находится на стороне граждан. Все вот эти законы, все на защиту граждан. Но есть, да, люди, которые, там, они одели свои маски и они пошли. Соответственно, возможно, эти люди, которые пошли, они не знают законов. И все. А согласно законам, все это предоставляется... Они могут оспорить. Все это предоставляется организациями. Я, кто в маске, понимаете, мы, наверное, тогда работаем с ним аналоги. Аналоги мы не сможем даже обозреться, да? Это биджет пополняется. А все сводится к тому. Ну, чтобы мы закрылись. Все сводится к тому. Ну, сводится к тому, чтобы мы не работали. Видимо, если так это выходит из-за того... Ну, по закону, если как по закону действовать, я вам объясню, как все по закону. Понятно, понятно. То есть, человека мы привлечь по этим статьям, он просто ссылается на то, что, согласно 417-му поставили, его должны были обеспечить сельсами гневиальной защитой, а его не обеспечили. Ну, да, понятно. И все. И то, не таким, который предлагается. Так, извините, а где же мы распиратор-то возьмем? И он действительно... Купить надо. Купить надо. Федеральных... 250 рублей на каждого? Федеральных законов... Я говорю, мы под закрытие. Ребят, мы закроемся. Девушка... Алло, мы закроемся. Я вам не знаю. Федеральных законов обязывающих людей носить маски нет. Ага. Ну, это не прописано. По логике вещей. А прописано вот то, что прописано. Средства индивидуальной защиты, погоствуют, респираторы, противогазы, вакуумные маски. Кто их выдает? Никто не дает, соответственно, нарушают, в первую очередь, кто? Организации. Поэтому, если к вам приходят люди, то относитесь по-человечески друг к другу. И все, меньше конфликтов, ну, не хочет человек одевать маску. Обязательно. Это кармель, не он, не надо. Не надо. Хорошо. Роспотребнадзор до 31 декабря 2020 года никаких проверок не проводит. Это прописано у Роспотребнадзора. Вы закроете. А кто к вам приходит? Если к вам приходят проверяющие органы, соответственно, вы у них просите предоставить вам постановление из прокуратуры на право проверки вашего магазина. Соответственно, в этом постановление должно быть прописано, пришел сотрудник такой-то, такой-то из Роспотребнадзора, сотрудник МВД, фамилия и отчество. Все. Постановление прописано. Кто вас проверяет? Постановление должно быть получено из прокуратуры. Они вам показали, что мы пришли, проверяем. Все. Вас проверяем. Вы для себя выписываете фамилию и отчество сотрудника Роспотребнадзора, сотрудника МВД, кто вас проверил. Сверяете удостоверение с паспортом. Все это подтверждаете. Видеокамера у вас есть. Все фиксируют, кто приходил. Потом вы идете в прокуратуру и спрашиваете, осуществлялась ли проверка данными гражданами. По закону нашего магазина. Нет, было ли постановление на проверку? И как? Вашу проверку магазина может осуществлять сотрудник Роспотребнадзора совместно с сотрудником МВД. Администрация? Соответственно, если у сотрудника Роспотребнадзора ограничение до 31 декабря 2020 года, сотрудник Роспотребнадзора прийти вас проверять не может. А как может администрация прийти, осуществлять? На основе каких законов? Почему они держаны? Ну, по разговорам они по Дзержинской ходили. Но они, наверное, не выписывали штраф, а может быть предупреждение, какие были, смотрели. Как выполняется, там, в масках не в масках не входит. Ну, а, наверное, может быть, они смотрели, есть ли у вас силы, там, маски, респираторы, противогазы. Соответственно, согласно 417-го постановления, вы должны обеспечить людей средствами индивидуальной защиты. Они пришли к вам, посмотрели, а у вас противогазов нет. Ну, это нарушение. И все. Ловите ваш штраф. Штраф не за то, что люди без масок ходят, а штраф за то, что вы не соблюдаете правил, которые введены 417-м постановлением правительства. Вот, как написано? Люблю я наше правительство, я наше Россию вообще обожаю. Правительство России открывается постановление 2 апреля 2020 года номер 417 об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности и через сами ситуации. Все на нас. Все на нас. Можете ксерокопии сделать, соседним магазинам раздать, сказать, оставайтесь всегда людьми в любой ситуации. У любого человека есть его права на свободу, административная конституция. Вы нормальные вообще? Как я салфеткой защитюсь от вируса? Относитесь по-человечески друг к другу. Относитесь по-человеческам. Относитесь по-человеческам.